Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. От планов построить развязку на Зминогорском тракте не отказались. Правда, работы теперь начнутся уже в следующем году. И предприниматели, фермеры и школьники, кто и как помогает мобилизованным. Больше не инвалид, несчастный влюбленный стал чуть счастливее. Но вначале пользоваться льготами и мерами соцподдержки как ветераны боевых действий смогут добровольцы, участвующие в специальной военной операции. Закон о проектах о статусе ветерана боевых действий поддержало правительство России. Речь идет о поправках в федеральный закон о ветеранах, который предусматривает возможность наделить этим статусом тех, кто отправился участвовать в спецоперации с 24 февраля добровольно. Претендовать на получение статуса инвалида боевых действий смогут также раненые в СВО. Школьники, фермеры, чиновники. Сотни людей в регионе сегодня заняты сбором помощи для мобилизованных. Дело доходит даже до самодельных беспилотников, печек-буржуек и носилок. Как мобилизация объединила жителей страны и даже тех, кто придерживается разных взглядов. Этой теме была посвящена очередная встреча дискуссионного клуба, который проводит Сибирская медиагруппа. Продолжит Ирина Корчегина. Некоторые из них впервые видят друг друга. На дискуссионном клубе «Точка зрения» собрались разные люди, которые уже месяц занимаются одним общим делом. Ищут рации, тепловизоры, квадрокоптеры, медикаменты и теплые вещи. А еще думают, как это все доставить на территории, где проходит спецоперация. Волонтеры говорят, все, что будет отправлено, найдет свое применение. Я всегда привожу в пример. Я говорю, ребята, окопы копать, если они будут в форме копать, форма выйдет из строя. Поэтому, когда мы присылаем туда костюм какой-то рабочий, они переодеваются, выкопали. И потом, даже если они выбросили этот костюм, это будет хорошо, потому что он выполнит свою функцию. В начале октября мэрия открыла в городе пункты сбора. Но стало ясно, что помощь сейчас нужна не только тем, кто на фронте, но и тем, на кого сейчас легли все бытовые проблемы. На сайте города Барнаула можно увидеть номера телефона, по которым можно позвонить и оставить заявку. Обращения совершенно разные, начиная от разъяснительной какой-то работы, заканчивая. Вот у нас сейчас впереди зима, есть какая-то там твердая потребность в твердом топливе. Вопросы, связанные с незаконченным ремонтом, то есть бытовые вопросы. Сегодня в регионе уже создано больше 20 групп, которые помогают мобилизованным. Самая крупная из них – Добрая воля 22. Сейчас в сообществе уже более 7,5 тысяч человек, а началось все с чата дома. Теперь волонтеры варят печки-буржуйки и уже не считают, сколько тонн помощи отправили на фронт и в места учений. Кто-то вяжет носки, кто-то мыслит более стратегически. Допустим, сейчас мы начинаем работать над созданием собственных беспилотников. Начинали с носков, доросли до беспилотников. Да, договорились на сегодняшний день с 53-й школой, инженерная школа наша, то есть что нам нужно. Помощь поступает разная. Например, 2 рубля или 50 тысяч рублей. Но чтобы помочь бойцам, иногда нужны не деньги, а руки. У профессиональной нашей армии какие носилки? Это брезентовое полотно, в котором две полоски втыкаются, туда такие ручки длинные. Что-то нужно такое было легкое придумать, что это была легкая мобильная сетка, которая всегда с собой у кого-то, и вот взяли и унесли. На этой сетке тянуть проще. Не остался в стороне бизнес. К помощи присоединились фермерские хозяйства и многие предприниматели. И продукты питания, и необходимые вещи. Мы работаем уже на протяжении нескольких месяцев с Олейской администрацией. Тот уровень отдачи, который сейчас наблюдается у сотрудников, просто сами не ожидали. Когда начальник производства встает на упаковку, когда менеджмент встает на лазерные станки, чтобы просто успеть вовремя, потому что завтра уходит машина, например, в Омск. По мнению общественников, бойцам, которые нуждаются в кровоостанавливающих средствах и теплых вещах, также необходимо получать детские рисунки и душевные письма. Я представляю, мужчина 40-летний с бородой, дагестанец, ингуш или кто-то еще, плачет и гладит рисунок алтайских детей. Не в этом ли проявление нашей нации? Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле активисты собрали 130 тысяч рублей, которые направят в помощь мобилизованным. На днях в городе прошел благотворительный концерт. Его организовали участники сообщества «Добрая воля-22». Там состоит более 7 тысяч человек. В основном это женщины, матери, жены и сестры, которые проводили своих бойцов. Интересно, что благотворительный концерт прошел в ночном клубе «Фараон». Организаторы сначала сомневались, не смутит ли данная площадка старшее поколение. Но, по крайней мере, именно здесь с волонтеров не взяли деньги. Напомним, помимо денежных средств, активисты занимаются сбором аптечек, спальных мешков, теплых вещей. Все это поступает на фронт, а также бойцам, которые находятся на учениях. По словам организаторов, неравнодушные женщины уже отправили несколько тонн помощи. В Балтайском крае хотят ввести пониженные налоговые ставки для IT-бизнеса. Это еще одна мера поддержки IT-сектора. Предприниматели региона, которые работают в области информационных технологий, смогут применять пониженные ставки при использовании упрощенной системы налогообложения. Такой законопроект вынесен на сессию АКЗС, которая пройдет уже завтра. Если объектом налогообложения являются доходы, ставка составит 1%. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, предполагается налоговая ставка в 5%. Категория тех, кто будет иметь эти пониженные ставки, их, в общем-то, две. Первая – это те, кто из организации IT-сектора обладает правами на ЛМ, включенными в перечень российского пола. Тоже, мне кажется, совершенно понятная инициатива, чтобы мы поддержали тех, которые как раз выпускают программное обеспечение, которые не имеют аналогов, по крайней мере, в Российской Федерации. Вторая категория – они могут быть просто в реестре IT-компании, который утвержден на федеральном уровне. Предлагаемые ставки будут применяться с 1 января следующего года по 31 декабря 2024. Отмечается, что реализация закона не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета. Продолжим. Снегоуборочную технику на улице Барнаула пришлось вывезти уже на этой неделе. А с наступлением зимы практически ежегодно встает вопрос, а хватит ли спецавтомобилей для уборки снега, причем не только в краевой столице, но и в целом по краю. Ответ на вопрос искал Дмитрий Дроздов. Тем более, что в план очистки в регионе на этот год добавили еще 350 дорог. Зима близко и используем всем известную фразу. Этому городу нужны новые герои. Вот она, спецтехника, которая будет нас выручать в заснеженное время года. И таких красавцев 963 единицы по всему Алтайскому краю. Это и бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, пескоразбрасыватели и многое другое. На Барнаул приходится 248 единиц техники. Такие 26 были приобретены в этом и в том году. Не забыли и про районы края. Также сегодня покупается техника в таком же объеме. Каждому району практически досталось в этом году. Кому КДМ, кому погрузчик, кому-то автогрейдера. Эта программа уже на протяжении трех лет работает. Поэтому те районы, которые заявки отправляли, их, я думаю, все удовлетворили. В борьбе со снегом не обойтись как без техники, так и без противогололедных материалов. Как сообщили в Алтае-Автодоре, на сегодняшний день заготовлено больше 41 тысячи тонн реагентов. Песок вместе с солью будут способствовать улучшению качества дороги в скользкое время. Причем планируется использовать соль не только из бурлы, как мы привыкли, но и казахстанскую. Также применяются у нас жидкие реагенты. Это соляные растворы. У нас есть соляная станция, на которой мы изготавливаем соляную смесь. И КДМ, которые оборудованы другим оборудованием, они работают именно на смесях смоченных. Кроме очистки и посыпки, на дорогах планируют устанавливать снегозадерживающие заборы протяженностью более 22 километров. Срезать ветки, которые могут помешать пройти технике при чистке дороги. Это позволит сделать полосу движения шире. Ну и как нам пообещали, при неблагоприятной погоде специалисты готовы будут выехать на проблемную точку очень быстро, как и работать круглосуточно. Осталось дождаться зимы и проверить технику в деле, а также обещания дорожников. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Ну а следующий сюжет о тех, кто совсем скоро придет работать в дорожную отрасль в студентах-автомеханиках. На «ты» они должны быть с двигателями любой машины, даже снегоуборочной. В конкурсе профмастерства сегодня на скорость собирали автомобильный двигатель. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Разобрать и собрать двигатель машины. Такое под силу настоящим автомеханикам. Сегодня студенты вуза и политехнического колледжа соревновались в своем профмастерстве на скорость. Работу оценивала строгая жюри преподавателей. Ребята должны продемонстрировать свои навыки по разборке-сборке двигателя. То есть отсоединить нижнюю часть, отсоединить верхнюю часть двигателя, головку, извлечь поршень и произвести геометрические замеры. Каждая команда работает в паре. За два часа нужно успеть выполнить все задания. Главные критерии оценки – скорость, точность и качество. Работа не пыльная, рассказывают ребята, но не без своих нюансов. За меры, да, за меры. Тут надо уметь пользоваться точным инструментом. Как бы тут все точно, точно. Тут миллиметры все, даже сотые миллиметров. Ну и много гаек. Их долго очень крутить. Иван – студент второго курса вуза. В детстве парень разбирал машинки игрушечные, а сегодня уже может починить настоящий большой грузовик. Это уже современный двигатель, так скажем. Тут, да, тут уже электронное, все электронная диагностика. Если бы тут стоял уже такой старенький двигатель, мы бы и так бы справились. Легко парень справился и с поиском работы. Он проходил практику на Барнаульском заводе. Там его уже ждут после окончания универа в качестве инженера-конструктора. К слову, такие специалисты, а еще автомеханики, дорожники, технические эксперты будут востребованы во многих сферах. По сути дела, это инженерные кадры. Инженерные кадры, которые на рынке сегодня достаточно хорошо востребованы. И находят свое место в автотранспортных предприятиях, автосервисах, станции технического обслуживания. Кстати, итоги конкурса, который приурочили к грядущему дню автомобилиста, подведут в пятницу. Его завершающим этапом станет заезд по фигурному вождению автомобиля. Мария Мацавь, Александр Антропов. День с толком. Развязка близка к развязке. Речь идет о трехуровневой развязке на Зминогорском тракте, о которой уже так долго говорят чиновники. Сейчас определяется подрядчик, который займется ее строительством. Проект крупного дорожного объекта прошел госэкспертизу. Осталось пересмотреть цену контракта и подготовить документы для проведения аукциона. Об этом сегодня заявил министр транспорта Алтайского края. Сообщается, что торги проведут в ближайшие месяцы, а само строительство начнется не раньше 2023 года. Напомним, изначально возводить развязку планировали этим летом. Строительство само будет проходить по, согласно документации, в 2023-2024 году. Что касается источника финансирования, то этот объект будет крупнейшим объектом, который будет финансироваться за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. То есть средства уже региону определены, они уже заведены в плановом режиме. Как только появится развязка, водители смогут выезжать с объездной дороги на Заминогорский тракт и продолжать движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А322. Отмечается, что на время строительства развязки закрывать дорогу для автомобилей не планируют. Продолжим. Стоит ли быть универсальным, глубоко погружаться в тему и режиссуру, строить повестку на негативе или уже пора продвигать в новостях вечные ценности? Эти и другие вопросы подняли участники фестиваля конкурса социально значимых программ и телефильмов «Герой нашего времени». Его с 2007 года проводит Национальная ассоциация телерадиовещателей. На этот раз журналисты, режиссеры, продюсеры региональных телеканалов встретились в Самаре. Среди присутствующих и наши сотрудники, выпускающие редактор Елена Макаренко и редактор тематических программ Маргарита Баева. Они вместе с другими телевизионщиками посетили несколько мастер-классов. Один из них провел особо популярный в 90-е годы телеведущий, продюсер, автор программы «Взгляд» Александр Любимов. Он посоветовал продюсерам тонко чувствовать свою аудиторию, искать нестандартные форматы и, учитывая особенность времени, искать источники финансирования для творческих проектов не только среди коммерческих, но и среди государственных структур. Правда, соблюдая при этом необходимый баланс, дабы не потерять основную функцию журналистики – социальную миссию. Понимать людей, быть им близким, разъяснять им все-таки, показывать, что мир не однобокий, что он разный. Давать им надежду, давать им ощущение каких-то других возможностей, того, что надо шевелиться, двигаться, и тогда ты что-то сможешь в жизни достичь. Десять новых спортивных объектов будут сданы до конца этого года, сообщил накануне исполняющий обязанности министра спорта. Семь спортплощадок в муниципалитетах края и три городских – ледовая арена в Бийске и два физкультурно-оздоровительных комплексов краевой столицы на Юрино и Сиреневой. Последний объект обещают достроить уже в этом году. А что касается ФОКа на Юрино, его должны были сдать еще в июле, однако сроки из-за удорожания стройматериалов перенесли на ноябрь. В Министерстве спорта подчеркнули, если подрядчик вновь не уложится в срок, его ждут санкции. Увеличение произошло на сумму 18 миллионов. Срок перенесен на 30 ноября. При нарушении подрядчикам сроков, конечно, мы будем вести претензионную работу. Продолжается сага и со строительством ледового дворца на проспекте Сибирском, 52. Его не могут достроить уже более 10 лет. Изначально работу оценивали в 700 миллионов, однако желающих достроить объект так и не нашли. Сейчас после всех перерасчетов для завершения объекта требуется уже миллиард 60 миллионов. Сумма достаточно большая. Мы не отказываемся от достройки. И мало того, мы ведем переговоры с федеральным министерством, с федеральным центром о том, чтобы частично они оказали помощь в финансировании этого объекта. 5 миллионов рублей не хватает мини-футбольному клубу «Алтай Политех» для участия в высшей лиге чемпионата России. По причине нехватки финансов клубу пришлось сняться с чемпионата. Так неужели в крае нет возможности помочь футболистам, выяснял Дмитрий Дроздов. Почему мы снялись с высшей лиги, пошли рангом ниже? Ну, вопрос простой. Бюджет команды. Все дело в финансах. В планах у клуба были финальные переговоры с министерством спорта и спонсорами о денежной помощи. Однако 21 сентября по понятным всем причинам в воздухе повисла неопределенность. Власти не понимают, как и что будет в текущей ситуации развиваться и на что могут понадобиться деньги. То же самое и со спонсорами. Бизнес сейчас беспокоится в первую очередь о сохранении своих предприятий и рабочих мест, а о спонсорстве в последнюю. Конечно, резерв в бюджете команды был, но его хватило бы на пару месяцев. Наша команда приняла очень тяжелое для нас решение, что уйти на рангом ниже в первую лигу. Потому что сил очень много потрачено и финансово, в том числе приняли решение сняться с чемпионата. Потому что если заявиться, съездить на пару выездов и сняться, ну это просто имидж нашего мини-футбола, тайского края, ну упадет очень сильно. Почему они отказались, пока нам непонятно. Эта фраза взбудоражила спортивное сообщество. Действительно, какой клуб будет отказываться от денежной помощи по непонятным причинам? Мы попытались разобраться об этом вопросе с генеральным директором клуба. Итак, по порядку. Минспорт готов был помочь финансово в проведении матчей Кубка России, а отнюдь не чемпионата. И речь шла всего о 150 тысячах рублей. Правда, тогда региональное ведомство подключило Алтайскую федерацию футбола. Соответственно, федерация, ей нужно было перераспределить средства с детского футбола, с женского футбола, с чемпионата проведения края, по разным разновидностям футбола. Они были готовы заплатить, но так как у нас были партнеры, и там небольшая сумма, мы просто не стали эти деньги брать. Мы провели Кубок России за свои средства. Спортивное сообщество до сих пор не понимает, почему в Министерстве спорта недооценили важность новой мини-футбольной команды мастеров. Иными словами, играющих на таком уровне футболистов у нас просто нет. 5 миллионов могли бы решить судьбу команды, ведь поддержки ее руководство ждало именно от властей. К примеру, 6 миллионов у Алтполитеха были бы от спонсора. Если сложить обе суммы, на сезон бы хватило. И на организацию матчей, и на выезды в рамках чемпионата России. Но в Минспорте не помогли. И теперь совместная работа будет лишь на уровне создания системы работы в мини-футболе, начиная с детских школ. Чтобы не быть голословным, надо же иметь какую-то некоторую программу. Зачем нам эта программа, какие планы на будущее у этой футбольной команды и так далее. Пока ответов не получили, но мы с ними в диалоге. Тем самым Алтполитех сезон проведет в первой лиге сибирского уровня. Бюджета в 1 миллион на участие в такой лиге вполне хватит. Что касается планов на высшую лигу, свои амбиции клубу пришлось отложить до лучших времен. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Приятная новость. Барнаульский несчастный влюбленный обрел ногу в прямом смысле слова. Напомним, вандалы в начале недели испортили скульптуру у аграрного университета. Несчастного влюбленного, сидящего на лавочке, лишили ноги. А сегодня оторванную левую ногу приварили на место. В комментариях в соцсетях люди благодарят тех, кто исправил ситуацию, надеются, что вандалы будут обходить влюбленного стороной. Продолжение следует...